Актуальная тема на Тагил ТВ. Сегодня у нас беседа с заместителем главы администрации города по социальной политике Валерием Суровым. Добрый день. Добрый день. Валерий Георгиевич, уже меньше месяца остается до Дня города один из пунктов программы празднования 300-летия. Это, конечно же, открытие Стеллы города трудовой доблести. На привокзальной площади, точнее, теперь надо уже говорить, наверное, площадь трудовой доблести. Видны конструкции архитектурной композиции. Успеет ли подрядчик вести лоск? Что остается еще сделать на площади? Ну, я бы сказал, такие черновые, самые тяжелые. Работа не выполнена. Это все, что связано с бетоном, конечно, с фундаментами. И если кто приезжал около вокзала, они видели, что Стелла у нас уже стоит. Она пришла буквально неделю назад, в то же самое, в пятницу. И уже была смонтирована. В эту пятницу уже пришли художественные элементы, которые должны будут размещены быть на самой Стелле. Не на пилонах, а на Стелле. И буквально, я думаю, что с завтрашнего дня их начнут уже монтировать на Стеллу. И после окончания монтажа, по крайней мере, художники нас заверили, что все, что касается барельефов, которые будут размещены на пилонах, они к нам должны будут буквально прийти к концу этой недели. Ну и, соответственно, сразу начнется тот же самый монтаж. Понятно, что еще работы достаточно будет по благоустройству. Это все, что касается, конечно же, благоустройства именно территории. Выложить необходимым будет, конечно же, гранит и где-то частично бихатон, высадить цветы. Я думаю, что на сегодняшний день это реально закончить все работы к открытию к 14 числу. 14 числа праздничное торжественное открытие. Да, это будет праздничное торжественное открытие. Конечно же, здесь будут присутствовать не только, я бы сказал, руководители области, но и федеральные органы будут находиться здесь. И, в общем-то, это будет, я думаю, что праздник для тагильчан. И у нас будут принимать участие здесь духовые оркестры, гости нашего города. Это шесть крупных духовых оркестров. Я думаю, что это будет красиво и запоминающееся для тагильчан. Продолжая тему строительных работ, как успехи с завершением капитального ремонта детского сада, если и номер 10. Говорили, что в июле уже должна была быть поставлена финальная точка. Как строители управляются? Ну, мы буквально сегодня были на 10-м садике, смотрели, что остается сделать. Оборудование, оно все закуплено. Сегодня буквально заканчивать, уже я бы сказал так, наверное, чистовую под белку, под краску определенных мест в детском саду. Начинаем уже расставлять оборудование, соответственно. И у нас проблема была единственная. Это все, что касается тех присоединения по электричеству. Но данный вопрос вроде решен, конкурс отыгран. И я надеюсь, что все-таки к дню города то же самое. Мы закончим уже ремонтные работы на этом детском саду. Но, в общем-то, первоначально у нас задача стояла детишек завести туда к первому сентября. Вот, то же самое, как и на 23-ю школу. Но это нам ничего не мешает. Соответственно, открытие сделать раньше. Торжественное открытие так же сделать? Конечно. И, видимо, тоже в дню города. Ну, нам бы хотелось, конечно. Детский сад, если номер 20 тоже поставлен на капитальный ремонт, завершены ли демонтажные работы как успехи? Да, на сочи подрядчика? Здесь, конечно, нам проще, потому что здесь проект двухгодичный, то же самое. По этому году у нас идет чисто демонтажная работа. Они практически выполнены 100%. И подрядчик сегодня, я бы сказал, наверное, просчитывает те объемы ремонтных работ, которые сегодня еще есть неучтенные, да, для того, чтобы более качественно нам провести ремонтные работы, все, что уйдет на следующий год. В этом году преображается и фасад у Дворца культуры юбилейный. Как на этом объекте продвигаются дела, когда появится солидная вывеска? Ну, может быть, какие-то подводные камни, если есть еще пока? Ну, внутренний дворик, он практически закончен, все, что касается штукатурных работ, все. Южная сторона Дворца тоже уже вся отштукатурена и загрунтована. Полностью выполнены работы по утеплению перехода. Это наша была, я бы так, наверное, сказал, головная боль в зимний период. То у нас наверху находился танцевальный зал, и там была проблема с температурным режимом. Я думаю, что сейчас эта проблема у нас будет снята и решена. Понятно, у нас немножко не хватало денег для того, чтобы на окраску здания и ряд работ, которые необходимо сделать в этом году и которые не вошли в смету, это все, что касается водосточной системы. Это нам необходимо в этом году сделать водосточку для того, чтобы не испортить фасады в будущем, и чтобы они у нас могли прослужить дольше. Поэтому служба заказчика городским хозяйством совместно с подрядчиком на сегодняшний день считают или просчитывают, сколько будут стоить данные виды работ, и наша задача найти финансовые средства для того, чтобы эти работы выполнить. Еще о стройках. Довольно бурно в последнее время у нас сфера образования прихорашивается. 23-я школа, которая тоже на капитальном ремонте, завершается? Нет, вот тоже, когда будет точка? Нет, ну здесь практически оборудование уже все в кабинетах, здесь вопросов нет. У нас остается, продолжается, не остается, сказал, продолжается это благоустроительные работы, это асфальтирование полностью на улице, это установка резины на спортивные площадки детские. Поэтому наша задача тоже самое, к 1 сентября мы должны будем завести туда детей с 1 сентября, дети должны зайти в школу, и они зайдут туда. Единственное, мы сейчас посмотрим, в какой период нам сделать открытие учебного заведения. Ну, наверное, тоже приурочить к Дню города. Ну, хотелось бы, конечно, к Дню города, но, понимаете, открытие, ради открытия, оно бы нам не хотелось. Нам бы хотелось, чтобы все-таки это были дети, для кого это все делалось, чтобы они присутствовали. И если достаточное количество детей находится в городе, да, или в лагере с дневным пребыванием, соответственно, мы можем сделать это в августе. Еще одна школа номер 9, но здесь речь не столько о здании, сколько о стадионе, которые находятся рядом со школой, о той площадке, вернее, которая была, и теперь там строится стадион. Есть уверенность, что качественный срок тоже, видимо, к 1 сентября будет завершен? Ну, здесь у нас, в принципе, спортивная площадка, она уже закончена. Футбольное поле закончено, беговые дорожки сделаны, комбинированная спортивная площадка, волейбольная, баскетбольная, она готова, прыжковая яма готова. В общем-то, обед готов, там осталось, скажем так, навести лоск, соответственно, посадить травку, как, выровнять газон и посадить травку. Для того, чтобы она взошла, эта травка, к осени, нам бы хотелось, чтобы это было все-таки красиво. И, наверное, все-таки мы праздник сделаем, по крайней мере, Лософиш говорит, что надо сделать, когда будут дети, или когда будет встреча педагогов с детьми, а это конец августа, соответственно, в это время и делать открытие стадиона. Еще один стадион, точнее, это корт клуба «Мечта», дворового клуба «Мечта». В прошлом году его отремонтировали, и было принято решение постелить там искусственный газон для футбола. Реализуется ли это намерение? Нет, да, задача у нас стоит, и, в общем-то, проект сметы, она уже готова. Обойдется это в три с небольшим миллиона. Это полностью подготовка под траву, растилка травы и зачёсывание её. Средства, денежки мы уже на это нашли. Единственная задача, смета, когда будет проверена, нам нужно быстро будет отыграть конкурс, ну и, соответственно, выполнить эту работу. Но я думаю, что это не такой большой объём работ, потому что вся подоснова, она готова, здесь не надо делать, дренажи там все готовы. Поэтому данную работу выполнить, это реально. Ну и, в принципе, если мы пообещали людям, соответственно, мы должны это сделать. Давайте поговорим о заболеваемости, какова сейчас ситуация. Лето, вроде бы, более-менее такая обстановка спокойная, сняты ограничения, в том числе масочный режим. Что можно сказать, есть ли какие-то опасения? Или это теперь же коронавирус один из ряда вирусных заболеваний, с которыми медицина у нас справляется? Ну, я бы, наверное, пока не сказал, что есть опасения. Да, действительно, заболеваемость она и есть. От 10 до 15 человек ежесуточно у нас есть прирост по заболеваемости. Но сегодня, единственное, в любом случае, хотелось бы предостеречь от эгличан, если всё-таки вы почувствовали недомогание, температура, кашель, всё-таки не выходить на работу, не заниматься самолечением, а идти либо в поликлинику, либо вызывать врача на дом и, соответственно, уйти на больничный лист. Потому что всё равно понимания до конца, если у вас нет, что у вас и какая у вас болячка, лучше остановиться на этом. Не нужно заниматься, скажем так, распространением заболеваемости в том коллективе, где вы работаете, это нас может привести к определённым нехорошим последствиям. А этим летом открыто всем мероприятиям и праздникам повели День Металлурга, в том числе сейчас и свободные поездки на море, у нас отправились дети на море отдыхать. Что и как проходит? Есть, нет информации какая? Нет, информация, конечно, есть, потому что у нас 8 педагогов вместе с детишками уехали, 90 детей у нас 13-го числа уехали отдыхать в город Анапу и 8 сопровождающих. 8 сопровождающих на сегодняшний день, они, те, кто согласился, они работают в этом лагере с нашими детишками. И, в общем-то, сегодня информация, она практически каждый день. Пока замечаний никаких нет, дети довольны. Им очень понравилась поездка в поезде, потому что дети знакомились, проводили разные конкурсы, и это им очень понравилось. Это, наверное, хорошо. И я думаю, что дети будут довольны оздоровлением на Черноморском побережье все-таки. Городской конкурс «Молодая семья». Надо полагать, в этом году его проводят в прежнем идеальном формате. Как проходит? Ну да, молодую семью. Это уже 20-й конкурс у нас будет проходить. Юбилей, можно сказать. Да, практически юбилейный. Мы открыли его 8-го числа, в день «Семьи любви и верности». Он прошел у нас первое открытие, скажем так, на территории парка Народного. И здорово, что все-таки в этом году мы, честно говоря, переживали и боялись, что никто не заявится. Но семьи нашлись, семьи заявились. Понятно, что им придется непросто. Это, получается, у нас 5 различных этапов, которые они должны будут пройти. И, соответственно, на каждом этапе они должны показать свое мастерство, кулинарное, спортивное мастерство. Ну и как финал, это, скажем так, галоконцерт, где они полностью всей семьей уже будут говорить и рассказывать о своей семье, то, что они достигли. Вот. Честно говоря, для многих это морально-психологически тяжело. Они об этом сами говорят. Но мы надеемся, что все-таки такие вот всякие конкурсы, праздники, совместные, семейные, они все-таки, наверное, учат семью преодолевать какие-то трудности, проблемы. И они сплачивают семью. Это, наверное, самое главное. — И последний вопрос. Мероприятия ко дню города. Мы уже говорили как-то о планах, о том, что готовится, что можно ли сказать, что точно уже состоится, может быть, что-то добавляется в план мероприятий. Ну и, по вашему мнению, что больше заслуживает внимания? — Ну, день города состоится точно. Это даже сомнений никаких нет. Но что бы хотелось сказать тагильчанам и посоветовать посмотреть, ну, наверное, все-таки это в первую очередь 12 число, это пятница с 10 до 12, на территории, скажем так, на площади драмтеатра будет проходить у нас для города, в общем-то, новое такое мероприятие, называется это мэппинг-шоу, это 3D-изображение на фасаде драматического театра. И все это будет сопровождаться, скажем так, озвучкой симфонического оркестра, театрализованным представлением артистами драматического театра. И мы сегодня благодарим группу «Аншлаг», которые тоже самое будут помогать нам реализовать, скажем, этот проект 12 числа. Я думаю, что это будет очень интересно и тагильчанам очень понравится. Проходить оно будет, я уже сказал, где-то 11 минут сама демонстрация. Затем будет 10-15 минут перерыв, потом снова повторение. Ну а 13 число полностью празднования Дня города, оно начнется в 12.00 на Лисе-горе, где у нас что становится традицией, выстрелом из пушки мы ознаменуем начало празднования Дня города, где глава города стреляет и, соответственно, начинаем работать на всех площадках. Площадок будет очень много. Это и в парке Бондина, конечно же. Это и театр Олеада, который будет проходить за драматическим театром, где, в общем-то, будут в этом году принимать участие не только наш драматический театр, но и наши соседи. В первую очередь, это из Серова приедет коллектив у нас, из Салды приедет коллектив, которые тоже самое будут показывать себя на площадках. Это, конечно же, киндерград у нас, то же самое, это для наших детишек, это будет проходить он у нас на театральном сквере, это тот, который спускается дорожкой к фонтану. То же самое, это интересно детям, и там всегда очень много детишек. И у фонтана, цвета музыкального, будут стоять тоже сцены, которые будут работать практически до позднего вечера, где тоже будут меняться коллективы, и самое главное, что там будет у нас с вами работать дизжокей, который будет тагильчанам видеть дискотеки для любого возраста. Ну и, конечно же, сама набережная, на ней тоже будут работать различные виды площадки, где также тагильчане могут посмотреть. Ну и у нас пройдет еще конкурс каждоктабетражного кино на Лисе и горе в вечернее время, будет установлен экран, и то же самое, тагильчане могут не только там посмотреть коллективный фильм, но и затем посмотреть оттуда, скажем так, праздничное световое шоу, фейерверк или салют, да, оттуда будет то же самое хорошо видно. Ну и, наверное, то, что никогда у нас... Концертная программа какая-то? Какая? Концертная программа. Концертная программа, да. Концертная программа у нас две. 12-го числа это молодежная концертная программа, где, в общем-то, сцена тоже самое будет работать, начиная с шести вечера и до половины одиннадцатого, где у нас два артиста, наверное, молодежных мы их называем, это Егор Нац и Хабиб, вот, это будет в пятницу вечером, ну а в субботу в вечернее время у нас группа «Нана», которая была заявлена ранее. Ну и затем где-то будет полчаса для того, чтобы тагильчане могли переместиться с площадок на набережную Тагильского пруда. Ну и сейчас время мы будем все-таки уточнять, либо с 11, либо с 11.30 начнется шоу фейерверков. Три города, которые будут у нас участвовать в этом. И, в общем-то, это будет очень интересно, такого никогда не было, соответственно. Я не буду более подробно рассказывать об этом, как это будет проходить, но я могу сказать единственное, что в конце, когда рубеж огня будет составлять 800 метров, это, я думаю, что будет очень здорово и красиво, и тагильчанам, я думаю, что очень понравится. Ну и 14 числа у нас открытие стеллы и парад духовых оркестров, которые будут проходить на набережной. Благодарю вас за участие в нашей программе. Мы общались с заместителем главы по социальной политике Валерием Суровым. Всего доброго. Оставайтесь на Тагилдова.